Впереди еще 10-й тур, а Волгоградский «Спартак» волею календаря сыграл поединки уже 11-го тура. Наша команда в Нарсултане встречалась с местной Астаной, которую, к слову, дважды обыграла в первом круге. Видимо, помня о тех поражениях, в первой игре казахи сумели дать Волгоградской дружине настоящий бой, который в итоге и выиграли. В третьем периоде стало очевидно, что не до конца акклиматизировавшимся «Спартаковцам» попросту не хватает свежести. Сбавив обороты, наши ребята стали чаще ошибаться и нарушать правила, чем не применули воспользоваться оппоненту, реализовавшей большинство своих голевых моментов. По ходу заключительной четверти отыграть разницу в два мяча не удалось, и как итог победа Астаны 12-9. На следующий день в повторном поединке «Спартаковцы» взяли реванш. Правда, в первой половине игра была абсолютно равна, и на большой перерыв команды ушли при счете 6-6. Однако на этот раз после перерыва преимущество захватили волгоградцы, развить которое в заключительном игровом отрезке им не составило особого труда. Победа со счетом 11-8. В турнирной таблице «Суперлиги» команда Владимира Коробутова и Николая Козлова занимает второе место, имея в активе 35 очков. Столько же баллов у лидера «Казанского синтеза», но у нашего «Спартака» на две игры сыграно больше. Следующие матчи пройдут 15 и 16 февраля. В рамках 10-го тура «Спартак-Волгоград» в Санкт-Петербурге сыграет против местной «Балтики». Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».